Сегодня я хочу показать, как ретушировать замшевую вельветовую обувь. В принципе, это все справедливо не только к обуви, но можно и мебель также ретушировать. Но сегодня в качестве примера выступят туфли. В принципе, большинство клиентов, заказывающих предметную или каталожную съемку для соцсетей, Инстаграма или интернет-магазинов, не понимают, что процесс съемки и ретуши фотографий практически никак не влияет на то, где фотографии будут размещаться. Неважно, это будет размещено в Инстаграме и все будут смотреть на маленьких экранах смартфонов, или это будет напечатано в качестве плаката в витрину магазина. Они считают, что Инстаграм, Фейсбук это что-то несерьезное, поэтому стоимость должна быть низкая, дешевле одного доллара за фото, но это не так. И те фотографы, которые берутся за предметную каталожную съемку по низким ценам, они либо уходят из этого бизнеса через какое-то время, либо поднимают свои расценки. Но, естественно, теряют тех клиентов, с кем они работали раньше, потому что они же приучили этих клиентов к низким ценам. И хорошо, если мы снимаем что-то простое, что-то не требующее серьезной ретуши на каком-нибудь однородном фоне, умеем обращаться со светом, все грамотно выставили, сделали кадр и получили фотографию, которую не требуется ретушировать либо совсем, либо чуть-чуть. Но когда попадаются сложные текстуры, тогда приходится надолго залипать в фотошопе. Собственно говоря, оставляем это дело на совести каждого, кто за сколько работает. А сейчас я покажу технику ретуши, замшевые обуви, ну, в общем-то, любых поверхностей, которые в зависимости от того, в какую сторону направлен свет или как ее брали, держали, хранили, имеет тенденцию, ну, вот как у замши, например, заглаживается ворс или наоборот поднимается. Собственно говоря, вот наша замшевая туфля. Собственно говоря, будем ретушировать ее. Создаем два дубликата слоя. Да, этот метод это частотное разложение и миксер-браш, на котором у меня уже есть видео. Но сейчас я покажу вы на конкретном примере. Итак, создаем два дубликата слоя, верхний пока отключаем, переходим на средний слой, можем назвать его Blur, можем назвать его как угодно. Два варианта. Вариант номер один. Фильтр, Blur, Gaussian Blur. Размытие по гауссу. Выбираем радиус размытия в соответствии с масштабом изображения. У меня сейчас RAV проявлен и выведен 16-битный TIFF. Очень важно помнить, что миксер-браш на частотке лучше всего делать в 16-битном TIFF или PSD формате. Размер фотографии 6000 на 6000 пикселей. Поэтому мы подбираем радиус размытия такой, чтобы края между темными и светлыми поверхностями были нечеткими. Если мы поставим 5 пикселей, то они будут более четкие. Если мы поставим 20 пикселей, то они уже будут очень сильно размылены. И это будет нам давать очень неприятные ореолы на вот этих вот границах, где, допустим, туфля заканчивается, начинается нога. Поэтому подбираем какой-то радиус такой усредненный. 9, 10, 11. Жмем ОК. Переходим на верхний слой. Можем обозвать его текстура. И идем в Image. Apply Image. Выбираем слой Blur. Режим наложения Add. Scale 2. Offset 0. Ставим галочку на Invert. Вот мы сейчас выделили на этом слое текстуру обуви, текстуру кожи, текстуру фоноповерности и так далее. Жмем ОК. Меняем режим наложения на Liner Light. Возвращаемся на средний слой Blur. Жмем вот эту иконочку. Создаем пустой прозрачный слой. Выбираем инструмент кисть Mixer Brush Tool. Смотрим на вот эту верхнюю панель. Выставляем параметры такие же, как у меня. Вот эта клавиша нажата, чтобы не брать каждый раз. Точнее, чтобы наоборот брать каждый раз мазки с нового места. Wet 20, Load 20, Mix 20, Flow 20. Ставим галочку на Sample All Layers. Теперь мы отключаем слой с текстурой. И нашим миксер-брашем начинаем исправлять, в данном случае это не портрет, значит мы не исправляем свето-теневой рисунок. Мы просто растираем вот эти вот пятна. И стараемся сделать текстуру обуви однородной. Учитывая то, что снималось это со вспышкой, здесь хоть обувь и не сильно блестящая, будут свои блики, тени. Поэтому мы стараемся все это дело размазать и сделать обувь чистенькой, гладенькой. Да, все понимают, что невозможно обуть обувь замшевую, вельветовую, не прикасаясь к ней пальцами и не оставив вот этих вот пятен. Но такова воля заказчика. Сделайте мне красиво. И нам всего лишь для Инстаграма. Конечно, если мы уменьшим до 2000 пикселей под Инстаграм или Фейсбучный размер, очень многие дефекты исчезнут. Но вот эти пятна, они не исчезнут, даже если мы уменьшим до 600 на 600 пикселей. Поэтому наша задача сделать светлые темные участки однородными, равномерными. И вот такими вот мазками мы растираем, размазываем, создавая иллюзию чистенькой новой обуви. Собственно говоря, таким же способом можно ретушировать обувь в каких-то портретах. Если вы снимали на улице, прошлись по грязи, то точно так же можно почистить обувь, одежду. Или, например, человек в черной майке или пиджаке, а вспышки очень хорошо подсвечивают лежащую пыль. Если несколько точек, то, конечно, это можно убрать либо клоном, либо лечащей кистью. Но если там все засыпано перхотью, то лучше использовать этот метод. Выбирая большой радиус размытия по гауссу, мы оставляем текстуру достаточно крупной. То есть мелкие элементы у нас пропадут. Соответственно, когда вы будете подбирать радиус размытия, то учитывайте тот факт, что вам надо сохранить текстуру обуви, майки, покрытия дивана. Точно так же можно почистить и подошву. Есть у меня из этой съемки кадры, где намертво приклеены ценники на обувь. То есть надо снимать каким-то растворителем или жидкостью для снятия лака. Ничего страшного. Даже если подошва рифленая, вот таким образом мы размазываем светлые и темные участки. При этом сохраняется текстура. Минус использования фильтра размытия по гауссу заключается в том, что когда мы работаем у границы большого контраста, четкого контраста туфлей и ноги, у нас получается наползание на... Ну, давайте я специально сделаю. Наползу на ногу, включу слой текстуры. Вот это вот наползание цвета. Ничего страшного. Берем стирку с жесткими краями, проходим и вытираем. Если у нас был бы здесь чистый белый фон, то, возможно, пришлось бы пройтись еще по фону, по тем местам, где у нас, возможно, было наползание нашей кисти Mixer Brush. Да, вот тут вот наполз. Тут чуть-чуть. Итак, да, можем еще и немножко подретушировать ноги. Берем тот же самый Mixer Brush. Очень важно не переусердствовать с ретушью кожи. Не старайтесь все вот вены, сосуды убрать. Тогда нога превратится в замечательную, идеальную ногу манекена. А вот всякие родинки, царапинки, порезы, редкие волоски, если таковые имеются, их мы убрать должны, потому что картинка должна выглядеть привлекательно. Собственно говоря, такие съемки заказываются исключительно в продажных целях. Поэтому фото должно продавать. И вот здесь я хочу вернуться к тому, о чем говорил в самом начале, что эта съемка только в понимании самого заказчика. Недорогая. То есть он не хочет, он не готов тратить большие суммы, в особенности, если нужно отснять 100, 200, 1000 единиц. Ну представьте себе, там по 5 долларов за фотографию, и тут заказчик от вас слышит. Как 3 доллара, 5 долларов за фотографию? Это же 5000 долларов. Это же дорого. Ну окей. Подними цену на свою продукцию. На эти 5, 4, 3 доллара. Но по крайней мере, тогда ты получишь действительно четкую, качественную картинку. Которую не стыдно будет выложить и в соцсеть, и на корпоративный сайт. Это, в принципе, и напечатать каталог точно так же. Я периодически, ну не то чтобы периодически, иногда поступаю таким образом. Если заказчик сильно торгуется по цене, то я отдаю ему фотографию именно в размере. То есть там 2000 пикселей по большей стороне. Максимум, что он может напечатать, ну 10 на 15. Из такого размера. А если вдруг он захотел какую-то фотографию напечатать в витрину магазина, то уже, упс, сори, друг. Другая цена. Итак, мы прошли с миксер-брашем по ногам, по туфлям. Переходим на слой текстура. Выбираем, вот, клонстая. И начинаем, опять-таки, он должен быть с жесткими краями. Вот, видите, не растушеванные, а жесткие края. И теперь берем пробу, образец на каком-то месте. И проходим по оставшимся темным участкам. Так вот, минус использования размытия по гауссу заключается в том, что на местах контрастного перехода из-за большого радиуса размытия по гауссу, сейчас я покажу, у нас начинает захватываться другой цвет. Вот если я сейчас проведу вот здесь, то на самом краю, вот тут, появляется уже светло-телесный оттенок. Если я, допустим, возьму пробу здесь и поведу вот тут, видите, появляется вот уже наплыв бордового цвета от туфли. Поэтому, сейчас мы доделаем эту фотографию, я просто покажу, что можно использовать вместо размытия по гауссу. Но для этого вам нужно иметь достаточно мощный компьютер с хорошим современным мощным процессором, с хорошей мощной видеокартой, потому что это достаточно ресурсоемкий процесс. Ну и вот уже сейчас становится понятно, что такая простая фотография туфлей отнимает у нас порядка 10 минут времени. Соответственно, если вы берете в работу 100-200 единиц продукции, то вы должны понимать, сколько времени вы потратите на обработку этих фотографий. Если мы говорим о большом количестве фото, то это означает, что вы просто залипаете в фотошопе на много дней и не можете браться за новую работу. Либо, если вы беретесь за новую работу, то, соответственно, вы затягиваете сроки отдачи готовых фотографий предыдущему заказчику. Так. Тут еще вот это пятнышко можно убрать. Вот это, вот это, вот это. Конечно, приближать так сильно фотографию не стоит, потому что увидишь абсолютно все и начнешь убирать все точки, которые действительно уменьшатся и станут не такими броскими, когда мы уменьшим с 6000 пикселей до 2000 пикселей. Ну, либо ваш внутренний перфекционист заставляет вас вот так тщательно проходить и подчищать абсолютно все. Здесь, кстати, мы имеем на ноге следы, отпечатавшиеся от резиночки носков модели. Их точно так же мы закрываем текстурой, предварительно пройдясь в миксер-браш. Либо это могут быть отпечатки от предыдущей пары обуви. Итак, что у нас получилось? Вот у нас было вот так, стало вот так. Было, стало. Было, стало. Я пока сохраню это фото и покажу, что можно использовать вместо размытия по гауссу. Удалим эти слои. Итак, дублируем дважды наш слой background, переходим на средний слой от ключи в верхний слой, идем в фильтр noise median. Фильтр median, как я уже говорил, более ресурсоемкий, но он очень хорошо оставляет четкость этих границ. Итак, поставим те же наши 10 пикселей. здесь даже можно и побольше. Допустим, 14 пикселей. Много. 12. Жмем ОК. И видите, в отличие от размытия по гауссу, где вот этот контур был тоже разблютлен, здесь он у нас остается четким. Соответственно, вы автоматом уже избегаете той проблемы, когда ретушируя клоном вот эту вот границу, у вас какой-то оттенок паразитный наплывет. Переходим на верхний слой, включаем вот то же самое Image, Apply Image, слой 1 в данном случае, режим наложения Add, Scale 2, Set 0, галочка на Invert, ОК. Режим наложения меняем на Liner Light, линейный свет, создаем пустой слой, отключаем слой с текстурой, берем наш Mixer Brush с теми же самыми параметрами и начинаем делать все то же самое. Если вы не заползете за границу, или заползете, потом стиркой подотрем, вот я уже здесь наполз, взял стирочку, прошелся, вот этот вот, и давайте сразу возьмем клон, берем образец тут, и допустим проходим. Видите, ничего не появляется. Возьмем образец тут, ничего фиолетового не появляется. Но, повторюсь, режим Median очень требователен к ресурсам компьютера. Попробуйте. И, фотографы, не демпингуйте, не продавайте свою работу задешево. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok